Алло. Алло, Артём, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Назар Левин, я менеджер компании U-Market. Артём, видишь, что ранее договаривались, что будете ждать звонка от менеджера компании, правильно? Ну, я решил отказаться. А почему решили отказаться, Артём? Ну, что-то мне не подходит. А что конкретно вам не подходит? Ну, очень много почитал я отзывов, и все очень негативные. А вы мне скажите, а вы, ну, давайте объективно, то есть вы верите всему тому, что пишут в интернете? Ну, отзывам верю. Отзывам? Хорошо. А у нас отзывы, это, скажем так, это то, что у нас как-то регулируется вообще? И то есть вы по отзыву можете понять, что отзыв, скажем так, правдивый или нет, купленный или настоящий? Ну, даже по стилю, в котором он написан, уже можно понять, что этот человек-то по заказу писал или это настоящий отзыв. Ну, я... А вы мне объясните, а как вы так можете определить, банально просто по отзыву, то, что, ну, реальным человеком он оставлен или просто, скажем так, специально? Ну, мне просто интересно, Артём, поделитесь как. Ну, я даже не знаю, почему-то плохих отзывов очень много, хороших вообще нет. Смотрите, ну, давайте так, просто вам банально вот объясню, то есть наша компания на рынке уже 13-й год, вот, то есть мы входим, скажем так, в топ, вообще рейтинг компаний брокерских по всему миру. Ну, я вам это могу показать. Ну, и как вы сами считаете, вот, ну, у такой компании, которая уже столько лет работает, которая, скажем так, находится в топе по миру, могут быть вообще конкуренты или нет? Наверное, могут. Ну, не, наверное, а они здесь. И поверьте, то, что вот вы мне сейчас называете, это одна из немногих, так, одна из немногих вариаций, как нам могут пытаться испортить непосредственно нам же нашу же репутацию. Но, я в данной ситуации, я вам, скажем так, всем своим клиентам говорю, давайте верить непосредственно фактам. То есть компания работает 13-й год. Давайте я вам покажу гарантии, которые мы предоставляем своим клиентам. Вот, я вам это все покажу, сами все увидите, посмотрите, вот, и после этого вы уже, скажем так, сможете принять какое-то взвешенное решение после того, что вы увидите. Я вам скажу, ну, давайте честно, на заборе у нас тоже много чего написано. Но это что, дает свобод в это верить? А вы российская компания? Что-что? Вы компания российская? Нет. Нет. Ну, вот я говорю, что, ну, я опасаюсь. Я хотел быть российской компанией. Смотрите, вы же ранее уже задавали этот вопрос. То есть вам уже на него давали ответ. Ну, я вот решил, я решил для себя, что я хочу работать с российской компанией. С российской компанией? Ну, да. Пусть это будут маленькие заработки, но зато они будут... А вы в нашей компании, вы и не работали. Нет, не работали. То есть, соответственно, как принять какое-то взвешенное решение, вы не можете. Давайте я вам покажу, как работает европейский лицензированный брокер. Да я не хочу, честно. Я действительно им... Что-что? Не хочу. Ну, я уже для себя все решил. А вы не хотите? Ну, потому что я вам не доверяю. Так хорошо, смотрите, я это уже понял. Давайте я вам покажу гарантии, которые мы предоставляем нашим клиентам, чтобы наши клиенты понимали, что при работе с нашей компанией ваши права полностью защищены. Я вам это все покажу. Вы сами это все увидите своими глазами. Я вам буду показывать исключительно официальные государственные источники и ничего другого. Ну, а вам-то зачем это нужно? Принимайте какое-то липение. Если я сказал, что я не хочу, зачем так вот? Я уж, понимаете, так настроен, что я не готов и не хочу ничего сказать. Смотрите, я еще раз вам скажу, Артем, то есть, ваше все принятое решение, оно абсолютно ни на чем не основано. Ну, я для себя так решил, я уже просто не хочу и все. Хорошо, но вы с какой-то целью, вы заходили на сайт нашей компании? Они непосредственно оставляли у нас свои данные, верно? Ну, я вам скажу, что на самом-то деле, ну, вы даже мне слова не даете сказать. На самом-то деле, я хотел свои деньги в доверительное управление отдать. Я не хотел заниматься сам этими всеми делами. Так, смотрите, это все обсуждается. Давайте так, давайте я вам сначала все покажу, вы сами все увидите. После того, как вы увидите, вы уже сможете как-то, у вас уже уже как-то вся картинка, и вы сами увидитесь в том, что то, что вы где-то прочитали, там какие-то отзывы наших конкурентов, которые по большей степени, когда это все делается, просто как проплачивается, вот, чтобы нашей компании, скажем так, испортить репутацию. И давайте так, вот на таких людях, как вы, это работает. Но человек, который адекватно оценивает ситуацию, он понимает, что компания, которая работает уже более 13 лет, у нее есть конкуренты. Ну, и давайте объективно, то есть, конкурентам выгодно сделать, скажем так, там, проплатить отзывы, самостоятельно зайти, скажем так, отставить, понаписывать. Просто, чтобы вот так вот вы зашли, увидели это все, и поняли, да нет, лучше я там банально останусь при своих деньгах, но с этой компанией работать не буду. Но, вы у нас не работали, вы понимаете, как это все происходит у нас, какие гарантии мы предоставляем. Я вам предлагаю часто все увидеть, посмотреть, а потом для себя уже решите. Хорошо? Ну, понимаете, вот там по трейдерам, точнее, по брокерам, есть разные отзывы. И о многих пишут... Артем, я вам больше скажу... Сейчас вы мне рот тут затыкаете-то, а? Да вам никто его еще не затыкал. Я вам просто говорю, что... Это все в будущем, я так понимаю. Вы зайдете на любую брокерскую компанию, не знаю, неважно, любую, вы увидите 50% отзывов хороших, 50% отзывов плохих. Нет, понимаете, есть отзывы... Отзывы хороших, и все отзывы плохие. Отзывы есть по-разному написаны. Есть отзывы негативные, которые описывают работу компании, ну, пишут там, что да, они все работают, но там либо менеджер грубый был, либо внимания мало уделили. Но пишут о том, что оно работает. Когда заходишь к вам, то там отзывы все... Ну, просто мошенник на мошенники, мошенником погоняют, поэтому... Ну, а для вас это не странно, то, что вот вы зашли и видите только такие отзывы? Ну, скажите, зачем мне рисковать, зачем мне связываться? Так, а я вам не предлагаю сейчас рисковать, да вы себя слышите? Я вам предлагаю сейчас просто посмотреть те гарантии, которые мы предоставляем. Я вам это все буду показывать исключительно из официальных источников. Ну, давай так, для вас вот гарантия Центробанка России, для вас это вообще о чем-то говорит? Ну, я не знаю. Я не финансирую. Ну, вы не знаете, ну, смотрите, вы не знаете. Не знаю, да. Буквально, уделите мне, там, 5-7 минут, я вам сейчас это все покажу, и для себя уже сможете принять какое-то решение, основываясь на том, когда у вас прибудут какие-то факты, а не просто где-то прочитаны отзывы, ну, это же даже смешно. Да не хочу я вот, просто не хочу еще, вот нет настроения. Хорошо, так, ну, а почему вы не хотите? Моя информация для вас, она бесплатна. Ну, и что? Я даже, я даже платно. Так, я вам это все предоставляю бесплатно, для того, чтобы вы понимали, как работают европейские компании. Ну, а во что-то вы будете, если вы для себя расширите кругозор и посмотрите вообще, как работают компании, и какие гарантии вам же предоставляем. Только после гарантии я вам уже покажу формат работы. Ну, хорошо, давайте тогда мы начнем с тех вопросов, которые меня волнуют больше всего. Можно? Ну, попробуйте. Ну, мне нужна тогда ваша лицензия Центробанка. Вот, регулятор. Так я вам это все и хочу показать. Ну, пришлите мне на электронную почту тогда все. Нет, я вам не буду ничего прислать на электронную почту, Артем. Почему? Ну, потому что я не хочу вот так вот. А я хочу спокойно с этим ознакомиться. Как вот так вот? А вы в России зарегистрированы? Мы являемся европейской компанией. А вы меня даже не слушаете. А вы в России зарегистрированы хоть как-то? Мы являемся европейской компанией. То есть вы в России? У нас есть регулятор. Наш банк-партнер является английский банк HSBC. То есть я не знаю, вы скорее всего даже понятия не имеете, как работают брокерские компании по Евросу, правда? Ну, вот слушай, послушайте меня. Ответьте мне вопрос. Смотрите, я государственный служащик. Работаю в очень ответственном предприятии. И сами понимаете, что... Я занимаюсь технадзором государственным за строительством. Ну, хорошо. Сами понимаете, что с государственных служащих очень строгий спрос все, что касается финансов. Особенно финансов, которые могут... Ну, то есть вы мне хотите сказать, что вы скрываете свой доход, скрываете свои... Я не скрываю свой доход. Я, наоборот, должен... Да я не поверю в это. Я, наоборот, должен быть очень открытым. Потому что меня проверяют. У меня как бы сверхкоррупционную должность, скажем так. Ой, да я честно говорю, я вам не поверю, что у вас нет где-то чего-то за границей. Там, не знаю, на какого-то вашего друга, родственника и так далее. Ну, представьте, нет. У меня хорошая... Вы собираете все ваши деньги. У меня хорошая зарплата, у меня просто нет в этом необходимости. Ну, хорошо. Она белая зарплата, понимаете? Не говорите. А к тому, что меня волнует очень вопрос налогов. Вот если я буду получать вот эти вот доходы, как я их буду легализовать? Пожалуйста, компания вам предоставит документы, непосредственно вся ваша прибыль, все это задекларировано, все это идет с документами, все это идет с подписчиками, печатями, абсолютно со всем. Вы идете с этим документом в налоговую, и, пожалуйста, платите налоги. Это не есть проблема. Это, ну, хорошо. Это стандартная практика. Хорошо, с этим согласен. Дальше, что касается договора. Мы будем с вами заключать договор? Что у вас на фоне там за ор такой безумный? Что? Я говорю, вот вы даже не слышите, о чем я говорю. У вас на фоне какой-то сумасшедший ор. Не знаю, что вам слышно, никакого ора нет. Я слышу музыку, можно как-то ее выключить? Работают со своими клиентами. А музыку можно выключить на фоне? Поверьте, лучше пусть будет музыка, нет, нельзя. Почему? Пусть лучше играет музыка, чем будет больше разговоры других клиентов. Ну, давайте тогда перестанем разговаривать. Что, что? Ну, давайте тогда прекратим этот разговор, если вы не можете выключить музыку. Так, ну, вы поймите, что я работаю не один. Помимо меня, все другие менеджеры, которые так же, как и я, работают со своими клиентами. И зачем вам музыка? Что, что? Вот именно, что, что. Зачем вам музыка, извините? То, что у вас, скажем так, немного пропадает связь, я с этим ничего не сделаю. То есть, ну, это даже не в моих силах. И поверьте, лучше слышать музыку, нежели разговоры других менеджеров. Вот и все. Ну, а вы думаете, приятно вот так вот слышать на фоне какой-то безумный... Я даже не знаю, вы, давайте честно, вы сейчас просто берете, пытаетесь найти какую-то причину, чтобы я вам не показал гарантии, чтобы я вам не показывал надежность, чтобы я вам ничего из этого не показал. И вы пытаетесь просто найти причину, по которой, скажем так, хотите, просто положите трубку. Для чего вы это так делаете? Ну, если вы видите, что я не очень настроен на работу, ну, что вы так стараетесь-то? Давайте прекратим этот разговор. Ну, я не собираюсь ничего прекращать. Я вам говорю, давайте я вам просто это все покажу, сами это все увидите. Я не хочу ничего смотреть. А потом, я принимаю же дальше, какое решение, какое вы хотите. Я не хочу ничего. Вот и все. Так, вы мне сами сказали, хорошо, и начали мне задавать вопросы. Теперь говорите, что вы не хотите. Ну, это же как-то уже несерьезно. Ну, правда, вот не хочу ничего. Артем, ну, вы же взрослый человек, а ведете себя, ну, как-то неподобающе. Сначала говорите одно, потом меняете, потом сразу же свое мнение, потом третье, четвертое. Так, ну, честное слово, 7 пятниц на неделю. А что, взрослый человек не может поменять свое решение, не может отказаться от чего-то? Так, я бы спрашиваю, что, ну, хорошо, а, ну, что не так? Ну, мне, я же вам еще раз говорю, что те отзывы, которые я читал, мне сильно не понравились. Я не хочу работать. Так, а вы верите, ну, боже мой, вы сами говорите, вы работаете там где-то там. Я работаю, да. Я работаю, да. Я работаю, и так далее. Вот, да, пожалуйста, не вопрос. Ну, вы взрослый, адекватный человек, верите всему тому, что пишут в интернете? Давайте честно, ну, это даже не объективно. Ну, вы знаете, я очень много товаров, которые я в жизни свою покупал, я покупал с поглядкой на отзывы людей, на пользователей. Я вам очень сильно сочувствую. Да вы что? Потому что вы в этот момент пользовались не своей головой, а то, что где-то кто-то там уже купил, что-то там сказал и так далее. Давайте честно, столько, сколько людей, столько и мнений. И вы на это пытаетесь, скажем так, равняться. Мне вас очень жаль. Ну, хорошо. При покупке какой-то серьезной электроники, вы не будете спрашивать мнение других людей, которые уже этой электроникой попользовались? Извините меня, извините меня, Артем, мне на мнение других людей абсолютно без разницы. Оно мне безразлично. У меня есть своя голова на плечах, и я сам принимаю решение. И оно не основывается на мнении других людей. Давайте так. То есть вы покупаете товары, мне вас очень жаль. Вы покупаете товары сам, самоличных, тестируете, не подходят, сдаете, опять покупаете, не подходят, сдаете. Давайте так, Артем, я, поверьте, я могу себе позволить такие товары, в которых я уверен, что они надежные, что они стабильные, хорошие. Вот и все. И поверьте, мне не нужно мнение какого-то там, не знаю, Василия Иванова, который там где-то что-то купил, ему что-то не понравилось. И все. Мне на это все равно. Это не играет абсолютно никакого отношения. Тогда мне вас жалко, что вы коллективный разум не слушаете и не прислушиваетесь к ним. Мы вам, меня жалко, да боже мой, Артем, поверьте. Я тебе могу позволить все, что угодно. Можете позволить вот так выкидывать деньги на ветер. А как вы тогда информацию вообще узнаете, мне даже интересно. Вот если вы не слушаете ничего, вы не слушаете ничего мнения, не читаете обзоры, да, каких-то товаров. Как вы узнаете информацию вообще о том, что продается сейчас на рынке? Здесь обзор, причем здесь обзоры, причем здесь еще что-то. Артем, давай так, мы с вами начинаем немного отходить от темы и начинаем говорить уже не по конкретике. Почему? Мы с вами можем поговорить просто ни о чем там, не знаю, в любое другое время. Но, сейчас мы с вами говорим конкретно про финансовый рынок, говорим конкретно про гарантии надежности компании. Ничего другого, вы меня извините, я обсуждать не хочу, потому что я ценю свое время. Если вы не цените свое, мне очень сильно жаль. Нет, я ценю свое время. Я вот сейчас с вами сижу, а сам параллельно работаю, поэтому мне как бы, я могу с вами поговорить спокойно. Ну, хорошо, тогда давайте я вам покажу гарантии надежности компании. Я не хочу, правда. Сами это все увидите. Я правда не хочу. Вот тогда мне придется обработать. А wie вы конкретно не хотите? Потому что вы почитали отзывы и по большей степени верите отзывам. Ну, правда, я верю отзывы. Мне вас, честно, жаль. Ну, пожалели меня. Если помощи вас жалко. Ну, жалко. Ну, то, что вы просто-напросто верите тому, что где-то что-то написано. Ну, пусть ошибаются. Вы слышали когда-то что-то о бирже отзывов? Да, да. Вы слышали когда-то? Нет, отвечайте на мои вопросы. вы слышали когда-то что-то о бирже отзывов а вы имеете ввиду написанные за деньги ну да или раньше или раньше сами сами этим промышляли чем у меня прекрасно работает не хорошая но я связываю я вас очень рад делать работаете да пожалуйста не так но сейчас не об этом ну тогда вы слышали и знаете о бирже отзывов знаете как это все работает ну и вы действительно еще этому удивляетесь что вот а есть такие отзывы за которые можно не за этом банальном какая-то мама в декрете которая не хочет не работать ничего зайдет и воспользуется этим получит там есть заплатит тысячи две тысячи рублей и для нее это будет уже очень большие деньги а вы вот на вот это ведетесь просто-напросто ведетесь я вам говорю давайте верить фактам то что я вам покажу всю информацию из официальных источников которые вы сами это все будете видеть и потом уже будете принимать какое-то решение они вот это вот я почтал отзывы и все закончили закончили говорить могу я сказать так я вам говорю давайте ну хорошо попробуйте ну хорошо тогда скажите мне пожалуйста почему вы сами не заказываете положительные отзывы о себе а зачем вы в свои слова вдумайтесь зачем это делать компания которая работает на рынке а мы это а нам не нужно писать о себе и так далее мы это своим клиентам показываем реально на деле непосредственно результатом и давайте честно но а знаете как говорится собака лает караван идет зачем а тебе что-то говорить если проще это все показать непосредственно реальным результатом делами ну вы представляете вот и мы начали происходит мы сейчас с вами беседуем уже довольно продолжительное время и вам приходит не уговаривать уговаривать приходится а я были так потому что но что же вы мне не даете сказать вы говорите потому что то что вы говорите это она абсолютно ни на чем не основана ну это я уже слышал ну я с вами согласен ни одного моего слова ни на чем не основана я согласен с вами я не буду спорить но я просто говорю что мы с вами беседуем уже как вы говорите больше 20 минут и вам приходится меня уговаривать вы не перебиваете вы меня дайте мне знать а вот были бы положительные отзывы и вам бы не больше меня уговаривать и пришлось бы у вас и обоих клиентов не было сейчас большое количество богатых людей которые нужно доверить на управление финансы это а при чем 10 артем дорогой мой это здесь абсолютно ни при чем вы меня даже не слышите его но вы говорите что у вас там серьезная работа на вы можете во время своей работы еще 20 минут просто выделить на том чтобы просто о чем-то поговорить но у вас за работа такая но слышите у меня постоянно мышка кликает я сижу это я работаю с чертежами сидите работе а кем вообще работаете он давайте раз на то пошло ну хорошо если вам интересно я расскажу технадзор знаете что такое технадзор технадзор ну допустим ну что это то есть вы вы решили еще меня в этом контакте проверить ну ну значит мы если бы знали вы бы сказали вот технадзор это я вам сказал что я знаю технадзор это надзор не какое-то имеет отношение знаю я это или нет но но вы меня спросили я вам пытаюсь рассказать надзор для надзор за строителем послушаю есть проектная документация которую нужно воплотить в жизнь то есть построить какое-то здание вот есть строители есть заказчик а между ними находится технадзор который помогает заказчику правильно построить это здание чтобы строители но полностью выполняли свою практику момента знаете у нас парк парк зарядье в москве конечно знаю а вы тоже вы тоже из москвы вот полностью надзор за этим парком как он строился вел я некоторыми башни в москва-сити а сколько вы а сколько вы за это получили просто в карман ну как вам пони что это уговорите как я вам сказал в самом начале что это очень коррупционная должность потому что каждый но я так поверьте я поэтому вас спрашиваю сколько непосредственно вы за это строительство получили вот потому что каждый застройщик хочет сдать свой объект и естественно у каждого застройщика есть косяки которые он хочет чтобы закрыл глаза и принял объект это платит огромное количество денег представьте жилой дом а если вы мне сейчас скажете что вы ни ни разу никогда ничего не брали я в этой даже не поверю ну давайте мы в какой стране живем ну давайте я вам расскажу представьте жилой дом жилой комплекс так вот за то что сектор просто и свою подставить на квартиру эквивалент этой стоимость этой квартиры какой там порядок а комплекс это можете не рассказывать я хочу у вас против только вы за это положили себе сколько вам да это дали но это конфиденциальная информация вы не отвечаете того что вы берете взятки правильно но вы понимаете что если хоть кто ну проверки очень часто включают вот кто-то что-то обнаружит то это как бы небо в клеточку но я до полу этому вы и поэтому вы все свои средства все свои активы очень правильно и с умом прячете чтобы у вас такой проверки этого не нашли а для того чтобы технадзор не брал взяток государству дает технадзору очень хорошую зарплату ой похорошева что давайте честно что для вас хорошая зарплата мне просто интересно но сколько для вас хорошая зарплата ну понимаете что больше зарплаты тем больше желаний поэтому окне так вы мне говорите что для вас хорошая зарплата но давайте я считаю свою зарплату хорошdrumana know Ну, а что для вас хорошая зарплата? Ну, давайте честно. Вам сумма озвучит. Ну, цифры, да, я люблю конкретику. Ну, это тоже... Ну, сколько для вас хорошая зарплата? Это тоже конфиденциальная информация. Тоже конфиденциальная информация. Ну, вы скажете мне, давайте... Ну, хотя бы больше, хотя бы больше, чем полмиллиона рублей, хотя бы. Ну, скажем так, что вы в точку попали. И вам этого хватает? Полмиллиона рублей в месяц? Нет. Да. Вам этого реально хватает? Да, хватает. А у вас хотя бы жена, дети есть вообще? У меня двое детей. Есть или нет? Есть. Ну, есть. Хорошо. И то есть вам полмиллиона рублей на это все хватает? Вы серьезно? Правда, хватает. Я вас понял. Ладно, окей, хорошо. Не вопрос. Хватает так хватает? Ничего страшного. Смотрите, Артем, давай так. Мы с вами уже начинаем говорить, скажем так, ни о чем. Угу. Вот. Я хочу приступить уже к какой-то конкретике, потому что, вы извините, я в свое время ценю. Вот. И просто так, в пусту, я его тратить не хочу. Угу. Честно. Поэтому, давайте так, либо мы с вами, я вам показываю сейчас гарантии, которые мы предоставляем своим клиентам, показываю это все из официальных источников, сами это все смотрите. Вот. Либо у нас с вами просто диалога дальше не будет. Потому что, ну, давайте честно, как бы, мое время стоит денег. Если вы свое время не уважаете, его уважаю я. Я свое время очень уважаю. Ну, если бы вы уважали, то мы бы с самого начала же приступили непосредственно к гарантиям и надежности, и не тратили время на бесполезные разговоры впустую. Я не трачу время, я сижу работаю. Понимаете? Смотрите, Артем, я вам предлагаю сейчас все это увидеть, все это посмотреть и приступить непосредственно к какой-то конкретике. Хорошо? Вот, вот моя работа, заниматься чертами, следить за исполнением работы, а ваша работа, как бы, мы оба с вами выполняем свою работу, сейчас. Ну, так, смотрите, давай так, я вам звонил, я вам позвонил не просто так, поэтому где-то взял ваш номер телефона и так далее, нет. Я вам позвонил, потому что вы оставили свои данные. Все, не больше, не меньше. Наставил, что. Ну, позвонили, подняли, что я не очень-то, закончили разговор. Ну, что-то его все продолжаем, 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 продолжаем. Смотрите, Артем, ну, честно говоря, каким-то детским садом занимаетесь, ну, вот честно. Вы вроде мне пытаетесь тут доказать, что вы серьезный человек, что у вас там хорошая должность, хорошая зарплата, вот, и по факту ведете себя как ребенок какой-то, ну, честно. Я вам ничего не хочу доказать, вы меня спросили, я вам просто ответил. Ну, так я вам говорю, что то, что вы там для себя решили, оно основывается абсолютно ни на чем, ну, нет никакой конкретики, нету реальных фактов. То есть, ну, это то же самое, что я там не знаю. Вы с таким удивлением сказали про мою зарплату, хватает ли мне на семью, как будто я сказал, что у меня зарплата 5 тысяч рублей. Что это? Нет, ну, давайте честно, как бы... А 5 тысяч рублей, по-вашему, очень маленькая зарплата, что ли, что вы так вот прям выкатили глазом? Но... Просто даже удивительно, а сколько вы зарабатываете? Артем, кто как, кто как работает, кто так зарабатывает, тот так и тратит. А вы можете поделиться своим опытом, сколько у вас на работе? Нет, а с какой стати я должен вам что-то рассказывать, тем более, сколько я зарабатываю. Хорошо. Ну, это... вас это абсолютно не касается. Касается. А сами-то занимаетесь торговлей у себя? Вы имеете в виду, торгую ли я? Да. Конечно. Ну, и сколько вам доход приносит это ежемесячно? Я вам еще раз повторяю. Артем, данную информацию... Я лично с вами обсуждать не буду. Ну, как вы, для меня чужой человек. Ну, давайте честно, если вам хватает полмиллиона рублей в месяц на жену и на детей, а... ну, окей, хорошо, круто. Ладно, я вам признаюсь, не хватает. Это что? Я вам признаюсь, не хватает. Ну, так мне все равно. Хватает, не хватает, мне без разницы. Это ваша жизнь, ваша зарплата, вот, ваша жена, ваши дети. Так что, ну, как бы, мне на это абсолютно все равно. Я просто могу показать, как вы можете зарабатывать больше. Я вам могу показать, как вы можете зарабатывать больше. И показать вам, что вы очень сильно ошибаетесь, просто-напросто поверив в какие-то там отзывы, написанные непонятно кем. Давайте так, это то, что никак не регулируется. То есть, ну, у нас нет никакого регулятора, который будет отслеживать, это настоящие отзывы или купленные. Такого нет. А вы верите всему, что пишут в интернете. Все. Самое лучшее доказательство для меня сейчас, на данный момент, будет лично конкретный опыт. Что-то ли вам зарабатывать деньги? Не удается. Вот я хочу... То есть, я в этой сфере работаю уже шестой год. Как вы считаете, здесь получается зарабатывать или нет? Да откуда я знаю, может быть... ...твоей головой. Еле хватает на маршрутку домой. Я же не знаю. А, ну, конечно. Да, только я живой, я знаю, за уж такие подробные, там, так, подробности. У меня квартира в центре Москвы. Угу. Ну, у меня жена, двое детей. У меня в семье порядка трех машин. Вот. И вы мне еще, ну, как бы, в чем-то пытаетесь поставить, в чем-то так, мою работу, компетенцию под сомнение. Я просто говорю, что мы с вами, как бы, очень похожи. И жена, и двое детей, и три машины, и квартира в центре города. Ну, я вас очень сильно рад. Ну, вот вы сказали, то есть, а как у меня? У меня все хорошо. Поверьте, ну, как бы, я в этот период за шестой год. И, наверное, если бы здесь нельзя было заработать деньги, то меня бы здесь не было. Алло. Эй, эй, ты куда слился-то? Ё-моё. Да-да-да, я вот здесь с вами, я никуда не пропал, я вас прекрасно слышу. Ну, вы скажи, сколько примерно получается в месяц? Я вам не буду эту информацию говорить. Ну, вы извините, я понятия не имею, кто вы. Да ладно, ну, Господи, ну... Рассказывай, сколько я зарабатываю, ну, извините, но нет. Анонимный человек. Ну, скажи ты, Господи. А что вы меня теперь уговариваете? Ну, я же должен понимать свои перспективы. Я, вот, послушав, я пойму, что меня ждет впереди. Я вам эту перспективу готов показать наглядно. Знаете, как говорится, лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать. Ну, не просто вам что-то говорить на словах. Собственный опыт для меня самое-самое лучшее доказательство. Ну, так давайте я вам покажу просто, вот, например, своих клиентов, которых я веду лично. Сколько ты инвестируешь? Сколько зарабатывают они у меня? Я хочу конкретно на своем примере. Сколько у тебя больше? Один маленький момент. Не ты, а вы. Да ладно, мы уж так долго разговариваем, можно. Нет, мы с вами на ты не переходили. Поэтому не ты, а вы. Хорошо? Ну, мне так проще. Я с подчиненными... Ну, проще вам, но я... Проще вам, но хорошо, не мне. Мы с вами на ты не переходили. И переходить не будет. Поэтому имейте уважение. Хорошо? Хорошо, ладно. Мы будем справлять. Вот. Тебе, пожалуйста, инвестируете в месяц, и какой идет выход. Таких слился. Артем, а куда вы пропадаете? Это вы вытащите там кнопки свои, нажимаете IP в телефоне. Нет, я лично никакой кнопки не нажимаю. Вы у меня просто куда-то пропали. Я вам говорю, Артем, Артем, у вас нету. А я вас зову. Ну, я не знаю, что у вас там с телефоном и так далее. Ну, мы пришли. Так, честно, я уже устал, я уже устал от бесполезного разговора впустую, честно. Вы меня утомляете. Да ладно. Я вам говорю, что давайте я вам покажу непосредственно уже конкретно вот реальные факты, покажу вам гарантию, покажу вам непосредственно надежность компании, покажу вам всех официальных, все из официальных источников. Слушайте, не надо мне показывать, правда. Вот честно, не хочу даже смотреть. Мне очень-очень интересно именно конкретно ваш опыт, послушайте. Я вам ничего из этого рассказывать не буду. Я вам могу показать на примере своих клиентов. А почему не на своем-то? Вы же работаете, я понимаю, что вы очень успешно работаете. Ну, покажите свой пример. Вас это касаться не должно. Я данную информацию с вами, скажем так, обсуждать не буду. Ну, а почему меня должно касаться опыт других клиентов? Так, другие клиенты такие же люди, как я. Вот и все. Ну, хорошо. Представим, что вы это другой клиент. Расскажите о другом клиенте, но как бы на подложке будете. Артем, я вам еще раз говорю, нет. Я вам за, скажем так, за то, как происходит у меня, как я работаю, я вам абсолютно ничего из этого рассказывать не буду. Потому что вас данная информация, она не касается. Я вам готов показать конкретно вот то, чем я работаю. Вот. Показать как, на чем, на каких инструментах, сколько, при каких суммах. Да, это я вам все готов показать. Подскажите, у вас же есть офис в Москве, я раз вы звоните с меня. В Москве, я думаю, вы знаете где. Я не только знаю, я очень хорошо знаю. А где конкретно? Смотрите, даже если вы приедете, мы с вами не посидим, не поговорим. Потому что во время пандемии все, скажем так, персональные консультации, они сейчас ограничены. Исходя из соображений здоровья всех сотрудников компании. Переживайте. Так что... Чисто спортивный интерес. Где вы там, в Москве-Ситике? А я так понимаю, вы тоже где-то там работаете, да? Да. Могу сказать, где я. Можете ко мне прийти в гости. Что-что? Я говорю, даже сейчас, вот хотите, я вам скажу где. Можете ко мне сейчас в гости прям прийти. Да, зачем мне надо к вам приходить? Ну, мы с вами просто посидим спокойно за чаем, подпишем договоры, и я инвестирую. Извините, с человеком, который берет взятки, я не особо хочу сидеть рядом. Я же сказал, что я взятки не беру. Ну, поверьте. Хорошо, вы мне можете так и сказать, не вопрос. Ну, лишний раз подставлять себя, скажем так, не более в нашей стране, я не буду. А что вам наше... Сидеть с вами, ну, скажем так, исходя из вашей должности, исходя из того, сколько вы зарабатываете, сколько вы берете, это сильно рискованно. Поэтому я пас. Я вам предлагаю увидеть, все это вам сейчас показать, и все. Но вы, скажем так, ну, вы не хотите. Я хочу, ладно. Вы меня почти уговорили. Вы мне только скажите, где в Москва-Сити вы сидите? Что-что? Скажите мне, где в Москва-Сити у вас офис? Какое здание? А вам сказать как? Может, вам еще сказать, я не знаю, где находится, где у меня квартира? Нет, нет, нет. Зачем мне вашу квартиру? Мне... Может, там еще не знаю. Сейф вам сказать, где находится в квартире. Может, вам еще дать свой счет за границей? Может, вы этого хотите? Ключ от квартиры, где деньги лежат, мне просто... Офис. Что? Офис. Ну, так вам же своих не хватает. А может, я вам сейчас расскажу. Вы еще, не знаю, пойдете их еще попытаетесь забрать у меня? А, я бандит на бандита похож, что ли? Нет, скажите мне просто офис, скажите. Ну, это все конфиденциальная информация, что ли? Офис. Так, а что вам конкретно сказать? Ну, давайте объективно. То есть, где конкретно у нас находится? Я, как технадзор, я участвую в строительстве Москва-Сити. Я там каждый кирпичик знаю. Просто вот было бы интересно услышать, где вы там сидите. Хорошо, а что вам это дано? То есть, ну, вы сейчас придете, позвоните и скажете, вот, мне, пожалуйста, Назара Левина, так вас даже не пустят? У меня вообще-то пропуск во все здания их, как технадзора. Ну, поверьте, туда-куда, там, где находится наша компания, вас туда даже не пустят. Вот и все. В техническом этаже, что ли, в принципе, это? Ну, поверьте, даже ваш пропуск, он абсолютно никуда и никому не нужен. Ну, понятно. Потому что, извините, но это частная территория, и вы на нее никакого права не имеете заходить. Хорошо. Вот и все. Благодаря... А во время эпидемии коронавируса сейчас все непосредственно посещения клиентов своих менеджеров, это все ограничено. То есть, извините за болеть коронавирусом, и за вас у меня нет никакого желания. Ну, я просто, понимаете, горжусь своей работой. Благодаря тому, что я взяток не беру и честно выполняю свою работу, вы сейчас сидите на своем высоком этаже, а не находите в подвале под завалами. Понимаете? А что еще раз? Как плохо слышно? Я говорю, благодаря моей работе вы сейчас сидите на своем 25-м этаже, или там каком, 40-м, а не находитесь в подвале под завалами. Назар. 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 Блин, я к вам уже привык. Алло, да. Ну, вы, конечно, опять ничего не слышали. Понятия не имею даже, что вы говорили. Ну, если вы там, я не знаю, у вас там решают какие-то важные вопросы, или к вам там по работе занесли деньги, ну, как бы, уж извините, я могу подождать, пока вы решите вопросы. Ну, хотите, я с вами поделюсь. Что-что? Ну, хотите, я с вами поделюсь. Если вы говорите взятка, ну, я с вами готов поделюсь. Не, поверьте, мне ваши деньги точно не нужны. Уж спасибо. Ну, уже все, вы попали, вы свидетель, а свидетели убирают. Ой, поверьте, то, что вы там, я не знаю, вы куда-то пропадаете постоянно и так далее. Ну, я здесь не имею никакого отношения. Но мне же надо... Вот меня это вообще не касается. Мне же надо деньги распихать по карманам-то, поэтому и пропадаю. Тут делать? Ну, денюжки распихать по кармашкам мне же нужно, поэтому и пропадаю. Так, смотрите, давайте так, честно говоря, я уже не горю желанием дальше тратить свое время. Либо мы с вами непосредственно, я вам показываю вообще в принципе гарантию, показываем непосредственно вообще все из официальных источников. Мы сами это вместе смотрим. Я вас знакомлю с форматом работы. Либо такой формат, либо никак. Потому что, вы извините, мы с вами проговорили 40 минут, я больше времени с вами не могу уже говорить. Просто потому что, ну, как бы, с вами уже слишком долго проговорили. Вот и все. То есть следующих клиентов надо попытаться развести? Что-что? Следующих клиентов нужно попытаться развести, да? От чего вы взяли, что нужно попытаться развести? То, что вы почитали какие-то отзывы, да пожалуйста, ну, ваше право. Вот, я вам когда-то говорю, что я могу показать реальные источники, реальные факты, все регуляторы, лицензия от Центробанка, абсолютно все. А, то есть у вас лицензия от Центробанка есть? А мне вам что, скажем так, мне вас уговаривать? Я, честно говоря, не хочу. Просто вы говорили, что у вас международный регулятор, а сейчас вдруг Центробанк нарисовал. Вот если бы вы меня, если бы вы меня послушали, если бы вы согласились посмотреть то, что я вам собираюсь показать, тогда бы вы мне сейчас не задавали столь неуместные вопросы, вот и все. Да что же мои вопросы-то такие неуместные все время? Что-что? А? Я вас не слышу, вы пропадаете куда-то. Назар, куда-то вы пропали. Я никуда, это у вас что-то со связью. Что? Я говорю, это у вас что-то со связью, пойдите себе новый телефон купите, если у вас уже этот не работает. Что телефон? Все, давай так, я вас спрашиваю последний раз. Мы с вами будем смотреть гарантии надежности к компании? Да, на вашем... Либо нет. Будем. Я время свое тратить дальше не буду. Будем. А что же вы так редко поменяли свое решение? Ну, на вашем примере будем. Пожалуйста, расскажите мне о вашем примере. Нет, на моем примере мы ничего делать не будем. Ну, Назар, пожалуйста. А будете свою жену по вечерам так упрашивать, а не меня, хорошо? А почему здесь моя жена? Ну, я вам просто говорю, меня упрашивать не надо, хорошо? А я вас не упрашиваю. Вот реклама, ваш рассказ будет для меня самым лучшим примером. Вот я прям сразу всю котлету вам, которую сейчас получил. И что? О чем вы вообще говорите? Не знаю, куда деньги девать. Что, давай так. Я спрашиваю вас в последний раз, потому что, ну, как бы, 40 лет моего времени, поверьте, я за это время мог заработать уже, а сами я просто, как бы, даже ничего не заработал. Что, лично вам хотите я переведу деньги за этот разговор? Зачем мне от вас ваши деньги, которые вы берете взятки? Извините, мне такие деньги не нужны. Потом где-то рухнет здание, а вы в этом виноваты. Извините, но нет. Да, я сейчас их отмою, не волнуйтесь. А, да, пожалуйста, ну, как бы, у меня, у нас с вами разговор записывается, то есть за это даже не переживайте. Смотрите, я вас спрашиваю реально в последний раз, мы с вами будем смотреть гарантии надежно, чтобы я вам показал, чтобы вы убедились в том, что то, что вы где-то что-то читали, это не стоит даже выеденного яйца. Будем. Ну, тогда давайте это сейчас будем все смотреть. Я готов вас послушать, ваш опыт. Нет, смотрите, я вам буду сейчас это все показывать и рассказывать. Как это, Назар, это как вы мне сейчас перед этим сказали, это вы жене своей вечером будете показывать, а мне расскажите ваш опыт конкретно. Нет, смотрите, вот что-что, про мою жену вы даже не будете заикаться здесь, это ясно? Ну, вы же про мою заикаете. А то, что вы меня, а то, что вы меня упрашиваете, так будете вечером говорить своей жене. И меня это абсолютно не касаетесь, согласится она или нет. Ну, скорее всего, нет, если вы так упрашиваете незнакомого человека. Поэтому, давайте так, я вам готов это все показать, реально показать, отправить вам информацию, показать, где что находится. Но никак иначе. Ну, перешлите мне на электронную почту тогда все. Я вам еще раз говорю, я вам ничего не буду переслать на электронную почту. Ну, пожалуйста, Назар. Так, все. Я уже, честно говоря, я не готов дальше свое тратить время, как бы, на то, что наш разговор ведет просто в никуда. Почему? Он ведет... Артем, он ведет знаете куда? С вами было приятно пообщаться, но, к сожалению, безрезультативно. А меня такое не устраивает. Я люблю деньги, люблю вести разговоры о деньгах, но не впустую. Поэтому приятно было с вами познакомиться, Артем. Хорошая вам дня. Надеюсь, из-за вас никакое здание больше не рухнет. И вы перестанете брать взятки. Спасибо большое. Я вам благодарю. До свидания. Удачи вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!